Девушки отдыхают 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 А это говорит о том, что у вас действительно все по классике, это и небезопасная бритва, это лезвие небезопасно, для этого еще и рушник горячего боевского пена. Какие еще складовые как раз делают это диво, то есть это, можно сказать, дизайн подеи? На самом деле много очень разных приборов. Есть то, что вы перечислили, как называемая опасная бритва. В общем, есть полотенце, с которым есть как процедура, мы накладываем теплое полотенце, протираем специальным маслом, то есть когда готовим бороду к процедурам. После чего, в общем-то, мастер, он начинает процедуру выбрить, если это нужно подстричь, естественно, это делается ножницами, чтобы придать бороде форму. А затем подбревается окантовочка, если клиенту так интереснее, так этого хочется. После чего накладывается холодное полотенце, потом гель после бритья. И в целом эта процедура занимает около часа. Но это же небезопасно, это же небезопасно, как раз можно сказать, зброя. И тут, как что, бля горла. Были несчастливые случаи? Нет, таких не было. Это стереотип. Бритвы в ваших заведениях. Достаточно комфортно, на самом деле. Здесь ничего опасного нет. Кто-то когда-то назвал эту бритву опасной, мы от этого отходим. И если говорим о брите, мы его называем королевским бритем, потому что это вся процедура, которая имеет некую историю из Великобритании. Так вот брились раньше короли, и поэтому мы называем королевским бритем, а не бритем опасной бритвой, как это принято было у нас в регионе. Я тут себе на уст накрутила информацию о том, что в ваших цирюлях также еще и наливают. Скажите, приходилось ли выносить клиентов? Нет, клиентов выносить не приходилось, но у нас действительно наливают. У нас на самом деле не суть, потому что мы наливаем, потому что этим можно как-то зазвать клиентов, но на самом деле мы хотим создать некую такую зону комфорта для мужчин. Что такое зона комфорта для мужчин? Приходит мужчина в салон, стригут тебя настоящие мужики, мастера, которые знают, как ставить хорошую мужскую прическу, как ухаживать за бородой и так далее. Но помимо этого есть еще и некий такой антураж, есть эстетика. В эту эстетику входят нормальные мужские журналы, нормальная мужская выпивка, подвыпивка, это я имею в виду и виски, и пиво, и так далее, да, а не там чашка кофе, и чай там, бла-бла-бла, да? Вот, и все, что с этим связано. Чему самое ЧОП-ЧОП? Чему такая назва? На самом деле ЧОП-ЧОП по-английски это в первую очередь быстро-быстро, и во-вторых это ЧОП-ЧОП. Слушай, а почему швидко ты делаешь? Не уже приходишь в ваш салон, и там 10 минут не уже пришел? Нет, не 10 минут, конечно, но процедура занимает не больше часа. То есть это достаточно для мужчин, это быстро. Артур, целых 2 годы мы провели в студии Модин разом в такой веселой компании. Хочем тебе поддякувати. Ну и я обоцкого зостремлюсь уже в салоне, а уже за 55 минут мы вырушаем у подорож, для того, чтобы познакомиться с самой НИКИМИ НАШ. И о том, что реально девушка оттерянула работу более 15 раз, ее увольняли за агрессивное поведение с клиентами. USB надзвичайно небезпечный для вашего ноутбука. И також питание. Один вопрос. Множество подарков, два победителя, и все это ровно через час. Будьте с нами. Это были усадные новости на М1. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok